Эту табличку с надписью «Отличная работа» жители улицы Тейльмана повесили неспроста. Таким образом они оценили работу подрядчиков. Радость жителей микрорайона была недолгой – всего три месяца. С первыми дождями смыло и новую дорогу. Сегодня она уже выглядит так, будто по ней проехали танки. Жители недоумевают, почему дорогу нельзя сразу сделать нормально. Здесь нет дренажной системы. Если бы вовремя сделали дренажную систему, как идет на параллельное Крыжановского, этих бы проблем не было здесь. Так как несколько КАМАЗов отсюда глины вывозили. Когда мы вышли им и сказали, ребята, не надо вывозить глину отсюда, оно провалится. Нас никто не послушал, нас просто послали. В июле этого года здесь проложили канализацию, по словам местных жителей. Трубы проложили, а дорогу не утрамбовали. Ливневые дожди подмыли грунт, и асфальт провалился. В городском отделе ЖКХ о недобросовестной работе коммунальных служб уже знают, обещают, что подрядчики справят ситуацию за свой счет. На сегодняшний день по пяти улицам наш подрядчик ГПС застелил. Будем чуть-чуть, ну, как говорится, время подождем, ну, определенное время. Если дальнейшей просадки в этих местах не будет, то сверху заново асфальт застелил. Жители в обещании верят с трудом. По словам Юлии Малютиной, в этом вопросе им поможет только веское слово городского главы. Уважаемый Габидулла Рахматалаевич, никому больше не обращаюсь, обращаюсь именно к вам. Вы как Аким нашего города. Мы очень гордимся вами. Вы произвели очень колоссальную работу над городом Чимкент. Но прошу вас, не оставьте без внимания нашу Чпаевку. Разговора нет в захолустье. Но мы просто очень сердечно просим вас обратить внимание на наши дороги. Каким образом принимают работу, то техинспекция остается загадкой. Тем временем асфальт в Чимкенте продолжает рушиться, создавая опасные ловушки на дорогах областного центра. Шутин Саидов, Константин Исупов, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания «Утран». Продолжение следует...